Книга «Открытым оком», том 2, тема литературы, вопрос 610. Не является ли книга тайна святых антиправославной? Ее нигде нет в продаже, а в прошлые годы она вообще была запрещена. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Эта книга вышла под авторством Петрова. Я ее издавал, начитывал на пленку, но кое-что из нее упускал, как несоответствующая действительности. Считая, что эта книга была издана в Париже одним или несколькими епископами, и слышал о ней отзывы православных типиконщиков, что после прочтения ее они потеряли дух молитвы. Поднимите руки, кто читал эту книгу. Видите, на 70 с лишним человек никто ее не держал в руках. Думаю, что и в России читали ее единицы. Как же судить о том, чего не знаешь? Это как об архипелаге ГУЛАГ. Отвечали стандартно. Не читал, но осуждаю. Считая, что эта книга хорошая, прочищает православные замшелые углы и мозги, научает быть самостоятельным. Она близка по духу книгам Красного Левитина. Ее осуждают, как крейцера у соната Льва Толстого. Эта книга приучает смотреть поверх авторитетов прямо из Побиблии на Христа. Православное сознание ассоциирует это с протестантизмом. Тем хуже для них. Это юродство заканчивается. Слово Божие проведет окончательное размежевание. Малахии 3.18 И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Продолжительность слушания в записи 16,5 часов. Для сравнения, Новый Завет 25 часов. Полная Библия с неканоническими книгами 96 часов. Полный Златоуст 517 часов. 12 томов. Жития святых 333 часа.